Ну вот смотрите, в 61-м году советский космический корабль полетел в космос первый. Какой был выбор у американских астронавтов? У них был выбор не лететь, лететь не в космос, отказываться от... А что они выбрали? Они решили делать то же самое. Они шли по этому пути, и они продолжили по нему идти. И потом они в итоге первыми прилетели на Луну и поставили рекорд дальше. То есть о чем это говорит? О том, что у человечества один путь прогресса. Нет другого пути прогресса. Но своими дорогами мы к нему придем, так или иначе. Я считаю, что опыт Европы, например, я уж не говорю про другие страны, но опыт Европы показывает, что если ты культивируешь свои отличия, свои сильные, как тебе кажется, стороны, то ты проигрываешь глобальному движению культуры. И это факт. То есть это есть. Я беру на себя смелость отвечать. Я отвечаю так, как никто никогда не отвечает. Потому что безопаснее сказать, давайте искать что-то наше, что-то, то, что нас отличает. Я считаю, что то, что нас отличает, делает нас слабее. Это вот такой неожиданный, парадоксальный вывод. Его боятся говорить. Что сила каждой нации в том, что она какую-то свою краску. Нет, я считаю, что разделение на нации тоже приносит вред. На религии разделение приносит. Все, что разделяет, растаскивает людей, все наносит вред. А то, что соединяет в центр, в один, в одну точку, в полет, в одну мечту, делает сильнее. Поэтому я считаю, что вот мой опыт, например, с черной мылой, он был как раз об этом. Да, конечно, мы должны говорить на своем языке. А мы должны говорить о том, что интересно сегодня современному человеку. И я вижу на детях своих, что их тоже, ну, чем они меньше, правда, тем их, конечно, больше потрясает там железный человек, чем кто. У нас и никаких героев-то нет, собственно говоря. Я говорю, вот Илья Муромец только. Ну, кто это? Никто не понимает, кто это. Вот. А чем старше, да, человек начинает понимать, что он растет, растет, зависит от среды, но, как правило, он понимает, да, ну, мы же Россия, у нас же как-то что-то другое, и другого ничего как бы нет. Ну, давайте, тем не менее, все-таки искать какие-то, может быть, одежда есть какая-то. Ну, да, была когда-то там в позапрошлом веке. Давайте ее наденем, вот эту рубашку наденем. А еще матрешка же была. Была, да, точно. Матрешка же, нет ни у кого. Прекрасно. Будет матрешка, самовар, и подпоясаемся. И тогда мы удивим. Нет, что-то никому это не интересно. А где? А нет ничего. У нас нет отличий, которые бы... А если бы были только хуже, это странно. О, слушай, какой-то странный этот фильм я смотрел. Они как-то странно себя ведут, там, пишут. Наоборот, справа-налево. Да ну, ничего-то не... Ну, как, посмотреть, как на Невидаль, как на диковинку, наверное, интересно, там, кто-то на голове, там, может быть, спит, стоя на голове. Но это очень интересно. Это не про меня, не-не-не. Про меня это вот тот, чем живет мир. Он живет железными людьми, там, черной молнией, там, какими-то, там, не знаю, смешными историями, какими-то подвигами, чудесами, в древности даже, вот, там, какие-то, там, древние волшебники, еще что. Это вот то, чем мы за мультфильмами, воображаемыми мирами, где животные разговаривают и летают, там, на кораблях. Это интересно. Например, пираты. Вот чем живет мир. Он же голосует ежедневно, ежесекундно. Что им интересно, в чем он весь... И в этом надо идти, когда ты выходишь из дома, то надо идти в большую песочницу, где все собрались. Это очень тяжело. О, а как же я там смогу с ними... Вон, там есть маленькая, там, два с половиной инвалида. Я пойду туда, и там сейчас покажу себя. Покажешь. Никто не спорит. Никому не нужно только это. Потому что иди там, где... Как же я? Вот. Задача-то гораздо сложнее, чем ты думал. И это касается не только разделения международного. Это и внутри, между арт-хаусом, таким клубным искусством, фестивальным и массовым. Конечно, массовое недостижимо сложное. Недостижимо. Само выразиться, рассказать про себя, может любой человек. Любой. Вот можно дать мне камеру, да. Я не оператор, но я все равно возьму камеру, начну, нагло повешу и расскажу про свой прожитый день. Все. Дальше мы это смонтировали, и, пожалуйста, давайте смотреть. Как? Минуточку. Я само выразился. Вот здесь я танцую, например. Ну, я хотел, я танцевал. Это никому не нужно. И это любой человек может сделать. Снять фильм, который раскроет глаза миллионам людей, распахнет сердца. О-о-о! Это единицы умеет. Это крайне сложно. Это три года, четыре года. Семь лет работы над сценарием. Ну, не меньше года уж точно. Это ежедневно себя нужно отдавать. Это героические съемки. Это героический монтаж. Это ты включаешь себя полностью. Ты включаешь массу людей, самых талантливых, тоже горящих. Это очень сложно, невероятно сложно сделать. И каждый раз ты не знаешь, что это получится или нет. Это сложный путь. И по нему трудно идти. Это путь к широкому зрителю. Это самый сложный путь. И, конечно, мало кто на это готов. Поэтому говорить о России вообще... А Гарри Поттер — это что, Россия? Нет, там, это английская сказка, там, английские актеры. Все это с помощью Голливуда было сделано. Это все принадлежит нам. Как была смешная история еще давно. Мой знакомый, мама его жила в Тамбове, он ей позвонил, сказал, что он купил какую-то машину Сааб, что ли, какая-то такая, или Вольво. И он говорит, ой, странно, купил какую-нибудь нашу, Мерседес, БМВ. Она вот женщина, да, живущая там в деревне, а для нее под Тамбовом, а для нее, ну как, Мерседес, БМВ, ну, наши машины все, ну, понятные наши. Это все наше уже давно. Зачем устраивать конкуренцию там, где она не нужна уже? Там нет войны. Эта война закончилась уже. Люди не воюют больше друг с другом. И известный человек спроси его, а я с сыном, по-моему, разговаривал, да, он был тоже уверен, что это что-то такое наше, это же, ну, как он по-русски говорит, летает, все, на ракете, а что такое, все понятно. Нет, и что интересно, что американцы стали делать. Почему? Хорошо, что они на экономике стоят. Им не важно, у них нет задачи продвинуть там, не надо. Они стали ориентироваться на мировые продажи, а не на свои, потому что у них такой уже преодолен барьер очень интересный. У них всегда сборы показаны вот в домашней и внешней. И вот уже мировые сборы стали уже превышать местные. То есть они уже давно работают на планету, не на себя. Ну, в большей степени. То есть там бывают фильмы, которые очень хорошо поняли и приняли в Америке, совершенно такие тоже бывают. Но все развиваются они благодаря тому, что планета включилась. А они, поскольку они работают на свободный рынок, они идут за этими людьми. Они, конечно, им предлагают что-то, но люди выбраковывают. И что-то китайцы смотрят, что-то не смотрят. Давайте уважительно отнесемся, давайте приспособимся. Это же рынок. У них нет цели что-то продвинуть. В чем сила рынка по отношению к пропаганде? Пропаганда вынуждена, теряя огромные средства. Вот сейчас надо заставить, чтобы они ели йогурт. Не хотят. Давайте еще вкладывать деньги, еще вкладывать. Не хотят. Ну, что же делать? Давайте еще вкладывать деньги. Это все невыгодная вещь. А рынок он просто отслеживает. Вот сейчас что произошло? Китайцы ставят условия. Китайцы, кстати, занимаются пропагандой. Они говорят, хорошо, давайте, чтобы наши были актеры. Наши были на таких-то уже ролях. И так и возникает. Уже сейчас смотрел «Марсианин», батюшки. Там уже в качестве второй космической державы Китай. Китайские какие-то космонавты, женщина какая-то, мужчина. Все. Они там принимают решения, помогают главному герою. Ничего себе. Да, но теперь зато в Китае с удовольствием на это смотрим. Это очень нравится. Ну, вот так можно действовать еще. То есть, ну, они взяли чем? Огромной, сильной экономикой. У нас миллиарды зрителей, и мы готовы их привезти. Они сами придут, если вы сделаете так и так. А развивать, давайте мы свое. Вот свое развивает Италия, там, Франция свое кино, там, Норвегия свое кино. Но это оно абсолютно никому не нужно. Оно не очень-то нужно норвежцам, если честно. То есть, рынок, это не американцы, это рынок. Это рынок, это коммуникация с аудиторией. Это ответ на запрос. То есть, на самом деле, то, что мы называем Голливудом, это мировое голосование. Люди хотят смотреть такие фильмы. Они даже у себя походят. Там, Болливуд, там, снимают тоже про супергероев. Ну, по-своему, ну, подешевле. Но это интересно. Это выявилось. Это люди проголосовали. Это и надо снимать. А поставить задачу, давайте что-то такое, что никто не смотрел до этого, будем показывать. Ну, давайте, но это так никто и не будет дальше смотреть только. То есть, зачем это делать? То есть, для чего вдруг... А вот у нас есть актер, он хромой и плохо говорит. Давайте его сделаем главным героем. А зачем? Ну, вот хочется его сделать главным героем. А зачем? А зачем? Вот вы мне задали вопрос. А я у вас спрашиваю, а зачем надо, чтобы мы побеждали с чем-то на рынке? Для чего это? Чтобы что? Участвовать в этом? Да, давайте. С чем? Давайте посмотрим, что побеждает, и будем делать похожее. Чтобы наш зритель узнавал? Да, в нашей среде, на нашем языке. Но идти в ту же сторону, куда все идут. Все, очень просто. Черная молния такой...